Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Республиканской столице провели рейдовое мероприятие по соблюдению масочного режима в местах общего пользования. В состав рабочей группы вошли сотрудники Роспотребнадзора и представители мэрии в сопровождении органов внутренних дел. Во время проведения проверок велась разъяснительная работа с гражданами о необходимости ношения средств индивидуальной защиты, применения антисептиков и дезинфицирующих растворов в соблюдении социальной дистанции. Как соблюдаются требования по предотвращению распространения COVID-19, расскажет Карчао-Биджеев. В ходе рейда руководителям кафе и ресторанов в очередной раз была доведена информация о необходимости соблюдения требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также о запрете проведения свадебных и иных массовых мероприятий. Теперь вход ресторана или кафе строго по QR-кодам и другим документам, подтверждающих наличие вакцинации. Работа проходит стабильно, все меры мы соблюдаем. Сначала мы, конечно, привили полностью наш персонал, у нас у каждого есть QR-код, без исключений у всех. Сейчас начинаем просить показывать его у костей, смотреть. Кости пока к этому не привыкли, но если дальше это войдет, прям у них в привычку, думаю, будет немного попроще с этим. Все эти меры предосторожности соблюдаются для того, чтобы обезопасить своих клиентов. Также распотребнадзором проверялись требования санитарного законодательства, в части обеспечения социальной дистанции, проведение термометрии сотрудников и занесение в специальный журнал перед началом рабочего дня. На объекты присутствовали средства дезинфекции, маски для защиты дыхательных путей и приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Со слов сотрудника Роспотребнадзора, все предприниматели проявляют сознательность, соблюдая требования, которые предъявляются законодательством. Нареканий к данным предприятиям в этом плане нет. В трех учреждениях у нас есть оборудование по обеззараживанию воздуха рецикуляторного типа или бактерицидные лампы. В одном, к сожалению, они сослались на то, что у них оборудование вышло из ТУРА и они направили его в ремонт. Но, к сожалению, это не оправдание. Это является серьезным нарушением требований санитарных правил. Мы будем возбуждать административное дело по данному факту, брать объяснение и принимать соответствующие дела. Роспотребнадзор напоминает, что за несоблюдение мер безопасности от коронавирусной инфекции штраф для предпринимателей и должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, юридические лица от 200 до 500 тысяч рублей. А также использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования является обязательным. Харча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 27 764 человека. Из них 24 196 выздоровели, 894 человека госпитализированы. В Хабезе открыли памятник участнику Великой Отечественной войны гвардии-сержанту Шахамбию Ильясовичу Микитову. Он прошел дорогами войны от Москвы до самого Берлина вместе со своим боевым конем. Фатима Даурова подробнее. В самом центре Хабеза, в парке, куда обычно люди приходят отдыхать с семьями, со своими детьми, располагается аллея героев, уроженцев аула. Сегодня в одном ряду с ними возвышается бюст ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов славы, третьей и второй степеней Шахамбия Ильясовича Микитова. Сегодняшнее мероприятие – это благодарность ветерану за мужество, подвиг, героизм, проявленные в те далекие года. Низкий поклон за ратный и мирный труд, за житейскую мудрость и активную гражданскую позицию. Самое святое, что нас объединяет – это память, чтить память, наш священный дух, передать эту память последующим поколениям – наша основная задача. На фронт Шахамбии Ильясович ушел 20-летним юношей. Его определили на службу в 30-й казачий кавалерийский полк. Высокий, подтянутый горец с природной выправкой умелого наездника оказался на своем месте. С детства черкесов приучают, как вести себя с конем. Поэтому Шахамбию Микитову совсем несложно было освоиться и сразу же отличиться в боях. За отвагу и военные подвиги разведчик гвардии сержант Шахамбии Ильясович был удостоен медалями за взятие Берлина, за оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за отвагу, за победу над Германией. Освободил Москву, гнал фашистов, взял Берлин. Есть песня «Ходит-ходит по Берлину наши казаки». В Шахамбии служил в гвардейском кавалерийском полку казачьем. Как раз эта песня о нем, и как раз он и там по Берлину ездил на коне. Он выдающийся человек, потому что он символ этой победы. Многим выступавшим повезло знать героев лицо в его послевоенной повседневной жизни. Шахамбий Микитов был мальчишком, примером для подражания. Его приглашали в школу на уроки мужества, где он рассказывал детям о войне и солдатах победы. Здесь очень много из нашего рода. Он носит фамилии Микитовых, а его вторая половина была нашей сестрой, Фица Эхьяевна. Мы гордимся нашим зятем. Я его помню с самого детства, когда еще мы росли, отца рядом не было. Он каждую осень привозил нам на своей телеге дрова. Таким человеком чистым, глубоко порядочным остался в моей памяти, не было дня, проходя по улице Ленина, чтобы он не зашел к нам в двор, не проведал моих родителей. Этот памятник олицетворения мужества, героизма, силы духа, проявленный в тяжелейшие военные годы не только моим отцом, но и нашими земляками, нашими аульчанами, родственниками, десятками миллионов соотечественников, перед которыми мы, послевоенное поколение, преклоняемся и благодарим за подаренную жизнь их. В конце официальной части родственники Шахамбия Микитова и жители аула возложили венки и цветы к памятному бюсту солдата Великой Отечественной войны. Фатима Даурова, Мусали Шаков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 13-15 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Сегодня в 5-й гимназии Черкеска провели всероссийский этнографический диктант. Школьники пришли в ярких национальных костюмах и диктант писали в пришкольном музее этнографии. На мероприятии побывал и Мурат Джанкёзов. Второй год подряд из-за пандемии этнодиктант пишут в основном онлайн. Но там, где открыты специальные площадки, действуют антиковидные меры. В Карачаево-Черкесии в числе первых за парты сели учащиеся 5-й гимназии республиканской столицы. В этой школе к диктанту готовятся задолго до его начала. Главный образ – яркие национальные костюмы субъекта образующих народов республики. Будут участвовать в этом диктанте представители всех национальностей, которые проживают на территории Карачаево-Черкесии. Дети надели свои национальные костюмы. И причем, значит, костюмы есть разные. Это костюмы, в которых они часто выступают на всевозможного рода мероприятиях. Есть костюмы, которые взяты, ну, может быть, даже на прокат. А вот, значит, есть костюмы, которые являются семейными реликвиями. Платье сшила моя прапрабабушка. В нем моя мама выходила замуж. Эти рисунки она вышивала сама. Я с гордостью ношу это платье. Этнографический диктант проходит ежегодно. Акция призвана привлечь внимание к этнографии как к науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, в сохранении и развитии однокультурной самобытности народов России. Сегодня любой желающий может проверить свои знания о традициях и культуре народов, проживающих в нашей многонациональной стране. Впервые свою однограмотность россияне проверяли 6 лет назад. Тогда в акции приняли участие около 100 тысяч человек. В прошлом году в акции приняли участие уже 2 миллиона из 123 стран. Ответить на вопросы традиционной акции могут жители любой страны, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Я из гимназии номер 5 и представляю русский народ, который является одним из коренных народов. Также я считаю, что это огромная честь для меня участвовать в этом диктанте. Так как это событие объединяет нас. Этнографический диктант можно написать с 3 по 7 ноября. Тестирование пройдет в онлайн-формате. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы на официальном сайте. Будет также проведено аналитическое исследование уровня этнографической грамотности населения. Мурат Шанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Чуть больше недели остается до завершения всероссийской переписи населения. В этом году ее впервые можно пройти в интернете через портал Госуслуг и МВФЦ, а также на переписных участках. На сегодняшний день свыше 64 тысяч жителей, а это 13% от всего населения республики, прошли процедуру переписи на портале Госуслуг. Как показывает статистика, активно участвуют в масштабном анкетировании люди, проживающие в сельских территориях. На городской местности у нас наблюдается отставание, поэтому первый призыв это к горожанам. Пожалуйста, перепишите себя, семьи свои. Мало того, у нас принято решение, опять же, на уровне правительства о продлении возможности пройти перепись на портале Госуслуг. Если она была первоначально до 8 ноября, то сейчас до 14-го это можно будет пройти. Поэтому все, кто не успевает, пожалуйста, на портале Госуслуг возможность есть записать себя и свою семью в электронные переписные листы. В подразделении МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов страны. Жителей призывают отказаться от участия в них, рекомендуется неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. МВД России готова в полном объеме обеспечить правопорядок и не допустить осложнений оперативной обстановки. Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. Завтра, 4 ноября, в День народного единства, ВГТРК на платформе «Смотрим» представить зрителям всероссийский онлайн-марафон «Славься Отечество». Он создан силами региональных филиалов холдинга. Старт в 8 утра на российской мультимедийной онлайн-платформе «Смотрим.ру» на нашем официальном сайте 3w.gtrk.ru А также в эфире телеканала «Кавказ-24». Летопись великой страны, культура, традиции народов России зрители увидят в масштабном проекте нашего телеканала. Автор – идейный вдохновитель телемарафона, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рефат Сабитов. Одна из целей наших телемарафонов в этом и заключается. Чтобы каждый субъект Российской Федерации показать по-новому. Ну да, мы каждый день рассказываем, показываем и в региональном эфире, и в федеральном эфире обо всех наших замечательных территориях, краях, областях, республиках. Но есть много еще неизведанного, не показанного, не познанного. Даже журналисты, живущие в той или иной территории, на той или иной территории, порой открывают для себя совершенно новые факты, которые им до серии были неизвестны. Они их находят, они их преподносят на суд широкой публики. И это действительно такое, знаете, в хорошем смысле и просвещение наших телезрителей и радиослушателей. Это все вести на сегодня. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова